Сегодня под председательством президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное вопросам реформирования банковской системы и укрепления финансовой стабильности банков, повышению их роли в развитии территорий и предпринимательства. Репортаж программы. Важнейшим ресурсом развития предпринимательства, роста и модернизации производств, инфраструктуры считаются средства. Потому особо значима роль в экономических процессах коммерческих банков, занимающихся привлечением свободных средств и выдачей их в качестве кредитов бизнесменам и инвесторам. За последние два года, как отмечалось на видеоселекторном совещании, объем кредитного портфеля вырос в 3,2 раза. В рамках программ регионального развития за этот же период на реализацию 6400 проектов выделено кредитов на 27 трлн сумм. Но несмотря на эти положительные показатели, отметил президент, имеется в сфере ряд проблем. Почеркнуто на видеоселекторном заседании, что не в полной мере еще работает принцип «не клиент для банка, а банк должен оказывать услуги клиенту». Это наглядно демонстрирует тот факт, что по банковским вопросам виртуальную и народные приемные президента в текущем году поступило свыше 24 тысяч обращений. Больше всего от населения Новоийской, Джизакской, Андижанской и Бухарской областей. Подчеркнул президент необходимость сокращения показателей проблемных кредитов. К примеру, в целом ряде отраслей экономики. Ведь в случае своевременного их удержания, такие крупные коммерческие банки, как Успромстройбанк, Нацбанк, Кшлок-Курулишбанк, Асакабанк, смогли бы еще более расширить объемы кредитования. В разрезе регионов прозвучало большее число проблемных кредитов приходится на город Ташкент, Кашкадаринскую, Бухарскую и Ташкентскую области. «Все руководители должны осознать», отметил Шавкат Мерзиёев, «проблемные кредиты – это не проблема только банков и предприятий задолженников». Этими вопросами должны заниматься и осознавать ответственность руководители вышестоящих организаций, компаний и ассоциаций, хакима регионов. На заседании поручено разработать графики по возвращению проблемных кредитов в разрезе каждого проекта, установить контроль со стороны Кабинета министров. Не на должном уровне прозвучало на заседании активность по аккумулированию ресурсов для банковского кредитования. Только 44% кредитов выдаются за счет депозитов населения и юридических лиц, остальная часть – за счет Фонда реконструкции и развития и привлеченных ресурсов из-за рубежа. Для примера, в России объемы выдаваемых кредитов за счет депозитов составляют 93%, в Казахстане – 116%, в США – 157%, в Японии – 214%. На заседании глава государства поручил обозначить комплекс действенных мер по привлечению средств населения и юридических лиц на срочные и накопительные депозиты. Как подчеркнул президент, в некоторых случаях из-за предложения непродуманных проектов со стороны хакимиатов и отраслей ряд объектов не сдаются в установленные сроки, не возвращаются кредиты. В наличии проблемы по увеличению задолженности по судам, выделяемым на ремонт жилого фонда и строительство жилых зданий. Важно, по мнению руководителя страны, активизировать работу по привлечению коммерческими банками кредитных линий зарубежных финансовых институтов и их полному освоению. Уставной капитал коммерческих банков прозвучало в эти минуты, в основном наращивался за счет государственной доли. Средства частного сектора почти не привлекались. В течение двух последних лет со стороны государства на увеличение банковского капитала было выделено средств в размере 1 миллиарда долларов. Поручено на совещании ответственным структурам выработать конкретные предложения по реализации государственной доли в уставном капитале коммерческих банков частному сектору, в первую очередь потенциальным зарубежным инвесторам. Озвучена задача изучить с критической точки зрения деятельность наблюдательных советов коммерческих банков, призванных обозначать стратегические направления развития финансовых институтов. В числе обозначенных на заседании руководителем страны ориентиров и пресечения случаев нецелевого, неэффективного использования средств, выделяемых на осуществление целевых государственных программ. Думать о том, как будут возвращаться банковские кредиты, должны в первую очередь хакимы на местах и их заместители, подчеркнул президент. Так, в рамках программы «Каждая семья предпринимателей» из 146 миллиардов сумм кредитов установлено в 1874 случаях нецелевое их использование в объеме 35 миллиардов сумм. Важно прозвучало на совещании обозначить комплекс мер по пресечению подобных фактов. По всем обозначенным на заседании вопросам были заслушаны отчеты ответственных руководителей, приняты соответствующие решения.